Говорить сегодня хотим про продвижение, про продажи, про нужную актуальную вещь в данном контексте. И главный эксперт рынка, руководитель системной студии дизайна, автор системной школы дизайна, автор проектов крупных для таких компаний, как Аэрофлот, Связной, Сбербанк, автор проектов частных домов и квартир, Станислав Орехов сегодня будет наш эксперт. Ну что, Станислав, я передаю тебе слово, благодарю за то, что ты не отказался от участия. Я только за. Да, и поможешь нам сегодня разобраться в вопросах продаж и продвижения для дизайнеров и для коммерческих компаний, ну и надеюсь, что скорректируешь презентацию в том числе с учетом реалий рынка в последнее время. Станислав Орехов, друзья мои, пожалуйста, поставьте плюсики, хорошо ли вам слышно и видно, и мы начнем нашу контентную часть. А если не хорошо, то ничего страшного, значит, хоть как-то, чтобы было слышно-видно. Так, всех приветствую, друзья мои, меня зовут Станислав Орехов, мы сегодня в нескольких телеканалах, да, так получилось действительно, что мы планировали живой эфир, получился он тоже живой, но удаленный. Значит, сегодня хочу с вами поговорить о концепции привлечения клиентов, значит, кто-то видит у нас там презентацию сейчас. Вообще живые выступления, живые эфиры, они всегда хорошо проходят, когда у нас идет активность какая-то, да, и движуха. Вот, соответственно, чтобы она была, задавайте свои вопросы, сейчас я дам какую-то некоторую тему, вы будете писать согласны, вы не согласны, какие у вас вопросы есть, я буду стараться системно отвечать. Моя специализация именно работа с, ну, дизайном, мы в основном работаем, давайте я покажу по презентации, ну, прошу прощения, кто в Инстаграме, вы не увидите, да, только те, кто увидит сейчас, ну, в живом эфире. Значит, мы работаем с, в основном с частными клиентами, очень любим, работаем с премиум-сегментом, бизнес-классом, с экономом почти не работаем. Для эконома мы тоже делаем, в принципе, проекты, но в рамках работы с девелоперами, то есть мы еще работаем с крупными застройщиками, со Сбербанком, Аэрофлотом, ГАЛС, Москва-Сити делали, вот, но в основном, конечно, занимаемся наша страсть, наше удовольствие, это частные проекты. Мы практически не делаем коммерческие объекты, вот, поэтому, значит, можно спрашивать рекомендации по отелям, ну, мы мало делали, в любом случае отели, но делали по ресторанам и тому подобного, а мои рекомендации здесь будут скорее больше носить какой-то теоретический характер, но зато полностью от начала до конца я вам могу рассказать, там, с частными клиентами, ну, и, наверное, с корпоративными какие-то вещи. Сегодня мы с вами поговорим о привлечении клиентов, значит, презентация, да, вот вы не пугайтесь, да, кто-то тут видит 2016-2017 года, на самом деле это только презентация, я, ну, не менял, вот, но я адаптирую эту тему под сегодняшние реалии, то есть я думаю, это будет полезно. Кому полезна именно адаптация, напишите, что мне полезно, кто бы хотел, именно по привлечению клиентов в сегодняшних реалиях, да, мы сейчас с вами обсудим тоже. Так, теперь вопрос в чат, вопрос всем. Друзья мои, скажите, пожалуйста, есть две вообще ситуации, мы еще занимаемся обучением, и я общаюсь, для чего мы это делаем, в том числе для того, чтобы иметь последнюю информацию с мира, да, дизайна, со всех сторон, вот, и у меня очень много знакомых дизайнеров, и руководителей студии, и просто частных дизайнеров, которые, ну, так или иначе на рынке. Мы делимся информацией, у нас есть клуб специальный, клуб системных дизайнеров, где мы обсуждаем какие-то идеи, вот, и, соответственно, есть две ситуации, в которых приходят люди, ну, вообще в целом, в которых находятся. Это первая ситуация, когда нет клиентов, и хотелось бы больше, ну, либо это клиенты не те, которые там желательно хотелось бы себе получить. И второе, когда клиенты есть, но система не до конца работает, то есть сотрудники, не налажено, допустим, удаленное управление, да, не налажена именно система работы, то есть ситуация либо один, либо два. Напишите, пожалуйста, кто там с инстаграма, напишите либо один, либо два, а кто у нас в чате, напишите, соответственно, какая вам тема наиболее актуальна, да, то есть именно клиенты, технологии клиентов, либо сотрудники. Сейчас мы тоже поймем. Напишите, либо единичку, либо двоечку. Единичка – это клиенты, двоечка – это сотрудники и систематизация работы. Чтобы мы понимали на данный момент, какая у вас задача стоит. Кому-то и то, и то нужно, вижу, Виктор, да, и первое, и второе. Замечательно. Еще у кого что? Хорошо. Да, пока вы пишете. Кто пишет, значит, что пока на данный момент не получается, напишите. То есть в чем основная там проблема, либо основная ситуация, почему клиентов нет, как вы думаете? Надо подумать. Да, это работа именно, немножко мы будем с вами сейчас взаимодействовать. Как считаете, почему нет клиентов на данный момент, либо эти клиенты не те, которые нужны? Как вы думаете? Пишите. Пишите, не стесняйтесь, потому что у нас анализ должен быть наш. Как у вас идет тема? Или какие сложности по привлечению с клиентов бывают у вас на данный момент, да? Тоже напишите. С чем сейчас сталкиваетесь? Так, я сейчас пока прокомментирую. Нет клиентов, поиск новых клиентов. Где искать? Нет системы. Пишите еще. Оп, упала. Ненадежная у нас конструкция. Вот так вот поставим. Не упадет. Все, не закрывает нормально? Так, нет саморекламы. Не собрала свое портфолио. Что ж такое? Так, еще что? Наверное, рекламы не хватает. Рекламы нет хорошей. Отлично, хорошие вы на самом деле вот вы даете сейчас комментарии. Рекламы нет хорошей. Нет системы и стабильности. Как система и стабильность мешает клиентов привлекать? Интересно. Хорошо. Сейчас я зачитаю еще несколько комментариев тут тоже. Ага, где искать? Смотрите. Значит, для того, чтобы искать клиентов, нужно понимать там одну простую мысль, одну простую технологию. Я сейчас хочу вам ее дать. Только это понимание очень сильно поможет вам вообще в целом разложить по полочкам. Мы же с вами, ну, большинство из нас дизайнеров, да? Мы, соответственно, понимаем, что чтобы построить интерьер, что мы делаем? Мы бьем всю часть создания проекта, ну, на части. То есть у нас сначала идет техническое задание, да? Кто составляет техническое задание, тот молодец. Второе. У нас есть планировка. Мы делаем планировку. Третье. Кто-то делает коллажи, кто-то делает визуализацию. Четвертый этап у нас там детальный дизайн. Там дальше идут чертежи. Дальше у нас идет реализация, там комплектация и все остальное. То есть здесь у нас есть части некоторые. Соответственно, у нас есть части точно такие же, но только по-другому они называются, в создании потока клиентов. Согласны? То есть это не какое-то волшебство, это именно технология по привлечению клиентов. Напишите, кто согласен, что привлечение клиентов – это некая технология. Напишите, кто согласен. Либо кто не согласен, напишите «не согласен». Это вот как повезет. Как вы думаете? Есть ли понимание? Согласна. Окей, еще есть? Как лучше вопросы спрашивать? Правильно начинать фрилансер? Сейчас на вопросы отвечу. Сейчас пока по теме пройдем, потом расскажу. Согласна, отлично, молодцы. Хорошо. Если мы понимаем, что это технология, как вот кто-то писал, нет системы, то, соответственно, логично нам надо эту технологию знать. Для чего? Для того, чтобы действовать по плану. Очень глупо, когда клиент пытается построить… Знаете, бывает ситуация, когда он приходит со строителями и пытается что-то сделать без дизайнера. Потом дизайнер, спасибо, помоги. Вот примерно такая же ситуация тут, когда мы пытаемся, вот как кто-то сегодня писал, я ни в коем случае не в укор. То есть вы не виноваты, что не знаете, как надо. Сайта нет, реклама не работает, надо рекламы больше давать, ну еще какие-то вещи такие, да, вот были сегодня комментарии. Суть на самом деле не в этом. Суть в знании технологии. Я вам сейчас эту технологию дам, мы сейчас ее пройдем, вы ее законспектируете, запишите. Я вот не буду сейчас, значит, рисовать, да, чтобы не выводить из-за ситуации, кто у нас в Инстаграме сидит, да, то есть чтобы все были в равной ситуации. Значит, первая тема. Вы должны понимать, что технологично работать по шагам. Первая тема вообще в рекламе, в продаже, в позиционировании. Всегда, всегда, всегда первая тема – это упаковка. Упаковка себя и своего предложения. Что такое упаковка? Она подразумевает в себя тоже несколько вещей. В разделе упаковки у нас первая часть – это какую услугу для кого мы будем делать, то есть это так называемое нишивание. То есть если нет нишивания, нам очень сложно давать рекламу. Почему? Потому что фокус размазан, я делаю дизайн. Еще 10 тысяч человек в твоем городе делают дизайн. Кто-то сам, кто-то с дизайнером, но как бы все мы чуть-чуть дизайнеры. Поэтому очень важно нишивание. Нишивание – там может быть разные характеристики. То есть, к примеру, общественные и частные, сложные проекты и легкие проекты, проекты, поставленные на эконом-сегмент, проекты бизнес и премиум-сегмент. То есть это все разное. И чем глубже мы делаем нишивание, тем с одной стороны мы становимся более выгодны для клиента, но с другой стороны нам более сложно найти клиентов. То есть тут какой-то некий тюнинг мы должны сделать. То есть это первая технология. Понятно, что такое уникальность? Напишите, кому в целом, не какая у вас уникальность, а кому в целом понятно, что такое уникальность, что ее нужно иметь, получить и делать. Не уникальность – это нишивание. Напишите, что понятно. Окей, идем дальше. В первом разделе следующая тема. Пока вы пишете. После того, как вы нишивание определились, у вас есть еще вторая позиция – это мы. Мы лично. Потому что наш продукт, наша уникальность, она не просто так в вакууме. Она сделана именно для нас. Для того, чтобы мы представляли эту услугу. Клиенту ценно. В современных реалиях, именно в 2020 году, вот у нас сейчас и дальше, это будет все больше и больше, клиенту нужны личности. То есть мы лично, очень важный клиент, хочет заказать не абстрактный дизайн, не абстрактную услугу, а именно у нас. Поэтому вторая составляющая уникальности – это нишивание плюс мы лично. То есть мы как бренд, да, некий личный бренд. Вот это вместе, я плюс наша услуга, это есть наша уникальность. Ее нужно сделать. Если этого нет, если она не прописана, если она непонятна, бесполезно давать рекламу, потому что это будет из пушки по воробьям. Вы не убьете ни одну птичку, а ядра просто улетят, они стоят много денег, и вы просто теряете деньги именно на этом. Понятна эта история? Окей. Вопросы я ваши вижу, мы отмотаем, я думаю, потом, да, и ответим. Значит, с этим разобрались. Первая – уникальность. Сейчас я смотрю. Комментарии ваши. В маленьком провинциальном городе приходит брать все. Отлично, что приходится брать все. Отлично, что в маленьком провинциальном городе. И отлично, что такой комментарий. Мы с ним тоже поговорим. Хорошо. Значит, вторая тема. После того, как у вас, допустим, вы определились с уникальностью. Давайте пример какой-нибудь приведем. Допустим, я делаю дома на Новой Риге от 300 метров за 6 месяцев в современном стиле. Вот я примерно выбрал себе такую нишу. И я, как вот я лично Станислав Орехов, кто такой вообще? К примеру, я являюсь автором методики, автор системы, организатор дизайн-конференции, написал книгу, энциклопедию по дизайну, да, вот она видна. Провожу там семинары, тренинги и все остальное, то есть развиваю индустрию и так далее. То есть я могу себе куча-куча регалий вывести. Работал с топовыми там этим самыми людьми. То есть о чем это говорит? Я только что к своему нишеванию добавил еще свои регалия. То есть уже я стал более, если клиент будет выбирать меня по отношению к другим людям, которые сделают, допустим, здесь же у нас, там на Новой Риге, например, дома, квартиры, он скорее выберет, ну опять же, меня, даже несмотря на портфолио. То есть он уже будет заинтересован в первом предложении, даже несмотря, что мы предлагаем. И вот это вот внимание, сейчас дефицит внимания, оно очень важно. То есть первое привлечение внимания. Окей, с этим понятно. Наверное, надеюсь, что да, пока ничего сложного нет. Сейчас будут фокусы, самое сложное, смотрите внимательно за руками. Значит, мы определились, уточнили, что мы есть, мы молодцы, у нас есть нишевание, у нас есть уникальность, у нас есть какой-никакой личный бренд, мы собрали технологично это все. Что дальше? А дальше нам надо понимать, что этого недостаточно для продаж. Совсем недостаточно. Что же нужно? Нужна следующая история. Нам надо понимать, как эти продажи работают. Как они работают? Первое. Мы должны привлечь внимание. У нас должно быть какое-то предложение, по которому клиент в целом скажет, поднимет руку, скажет, да, мне интересно, я готов послушать твое предложение. Соответственно, вот тот оффер, который я только что сказал, его можно на флаг, на рекламу, там в Яндекс.Директ, в Инстаграм, куда угодно. Второй момент. Вы можете этот же оффер писать в каких-то постах экспертных, отвечать на вопросы на форумах, писать посты в Фейсбуке, писать какие-то странички в журналах. Третье. Вы можете выступать на конференциях, на мероприятиях. Радиалог Светлана Котлукова устраивает тоже с командой девушек постоянно. То есть вы можете постоянно транслировать эту тему. Потом это опять транслировать, и клиент это увидит. То есть вы транслируете что? Вы транслируете свой продукт, свой личный бренд, свои принципы, и за счет трансляции постоянно человек, он еще не купил. Он только говорит, окей, ты добился моего внимания, дружище, я готов тебя слушать. Вот примерно как вот сейчас мы здесь находимся. То есть Света меня презентовала. Я условно, то есть если вы меня не знаете, я добился вашего внимания, вы такие сидите и говорите, окей, мы готовы тебя слушать. Рассказывай. Вот это первая стадия. Вот это первая стадия, до нее надо дойти. Нельзя продавать, нельзя давать рекламу, пока человек вам не доверяет, и пока вы не получили его расположение. Вот это самое важное, что нужно как бы знать, понимать. С этим понятно. Напишите, пожалуйста, кому эта тема понятна. Напишите, окей, мне понятно, что внимание надо привлечь первым предложением. Если есть вопросы, задавайте, давайте отвечу. Потом пойдем дальше. Вопросы по этой теме, уникальность и предложение. Все ли понятно? Пример я дал, как ковать более-менее дал. Расскажите, да, пока все понятно, непонятно. Ставьте плюсики, ставьте, если все окей. Понятно. Понятно вижу, отлично. Молодцы, замечательно. Окей, привлекли внимание. Что дальше? Дальше наша задача захватить контакт. Как это ни странно. Что такое захват контакта? Наша задача знать о клиенте, его информацию. Как мы можем это сделать? Опять же, в разных форматах. Все знают лендинг. Можно сделать, сказать, если тебе интересно такой-то проект, вот я его делаю, запишись, оставь контакт, и мы тебе перезвоним. Это один из вариантов. Второй вариант. Рекламу мы сделали какую-нибудь там в Фейсбуке, либо в Ютубе, либо еще где-то. Оставь контакт, оставь заявку. Третье, если мы выступаем на сцене, на конференции еще где-то, кому понравилось то, что я сейчас говорю, оставляйте заявки, подписывайтесь там на меня, мы с вами поработаем. Вот кому понравится сегодняшнее мое выступление, значит, подпишитесь на Инстаграм-канал, подпишитесь на Телеграм-канал, System Club, кстати, вот мы с вами еще продолжим общение в дальнейшем. То есть, это захват внимания, захват контакта. Окей, с этим есть. Дальше, как только вы захватили контакт, у вас возникает следующая проблема, некая проблема, так называемая, это проблема, что с этим контактом делать. И тут я вот, наверное, скажу, что дизайнер это тоже как бы тяжело, но очень еще тяжело поставщикам. Наши дорогие любимые, я не знаю, слушают нас поставщики, нет? Возможно, слушают нас поставщики. Значит, в чем проблема? Опишу ситуацию. Люди, компании выставляются, где бы то ни было, там на выставках, на мероприятиях, собирают контакты дизайнеров, показывают свою продукцию и потом начинают, хорошо, если хоть что-то начинают хотя бы звонить, даже пусть плохо, да, но хоть как-то проявляют активность. Но очень часто бывает так, что активность вообще не проявляют и просто свалка контактов, там из 50-100 дизайнеров, за которые они деньги, между прочим, заплатили, просто лежат невостребованными целый год. Естественно, контакты протухают, с ними невозможно работать. Зачем спрашивается, ходил на выставку? Было ли у вас тоже так? Очень многие дизайнеры, которые выставляются на выставке, я подхожу, ну вот там красивые дома, допустим, такая топовая выставка, ну как одна из хороших выставок, скажем так, на которую можно получить клиента. Я подхожу к дизайнеру, спрашиваю, как дела, все ли нормально, как работа вообще идет? Они говорят, вот супер, отдали там 50 визиток. У меня вот так вот сразу руки, да, зачем ты отдаешь? У тебя твоя задача не отдать как можно больше визиток, а взять как можно больше контактов. Ты зачем стоишь? Потому что отдал визитку, у тебя инициатива со стороны клиента идет, а не с твоей. Но вот такие вот базовые моменты надо понимать. То есть первая задача собрать контакты идет. Еще раз давайте, значит, кто подключился либо недавно, либо чтобы мысли не потерять. Первое, уникальность сделали. Второе, захватили внимание. Сделали с помощью рекламы, чего-то не было еще. Третье, захватили контакт. Мы сами можем инициировать звонок или инициировать встречу. Четвертое, что мы делаем дальше? Дальше мы должны, как правило, контакты оставляют много людей. Не все будут вашими клиентами. То есть даже если вы определили, что вы делаете именно это, допустим, продаете дизайн домов на Новой Риге, а вам будет из Хабаровска звонить человек, например, и говорить, а я вот у вас увидел, я не понял, что это на Новой Риге, что там за Рига непонятная, это в Европе что ли? Сделайте мне, пожалуйста, однушечку в Хабаровске. Вот так вот будет. И ты как бы, ну, как бы ты должен его отсеять. Много. Как бы ты их не отсеивал. То есть первая задача, это именно звонками отсеять ненужные. И делать это надо очень быстро. Почему? Почему надо это очень делать быстро? Очень большая ошибка, ну, вообще возникает у людей, когда набрал, допустим, контактов, ну, много, да, потенциальных клиентов, и потом ты не понял, кто из них является твоим клиентом. Все, он ушел к конкурентам более, более подвижным. То есть твоя задача максимально быстро, либо самостоятельно, либо с помощью помощника эту тему можно делегировать. Обозначить прозвон. Здравствуйте, вы оставили за ним. заявку. Вам в целом эта тема интересна, вы готовы действовать там сейчас? Ну, то есть готовы сейчас строить? Или вы просто интересуетесь? То есть можно примерно так спросить. Если он тут же интересуется, то значит записывайтесь там на консультацию, на еще что-то. Тут уже механика продаж идет. Если ему там в целом интересно, либо это не ваш клиент, то, соответственно, просто ему отказ даете и идете дальше. По статистике есть небольшое количество клиентов, которые, ну, именно ваши. И вам надо их найти как можно быстрее. И дальше уже, ну, то есть следующая стадия, это четвертая, да, это поиск клиентов, которые ваши из всего списка контактов. Пятая стадия, которую вы получили, это уже из тех, кто ваши, это уже переговорная механика и работа с консультацией, конвертацией из одного состояния, из состояния заинтересованности в состояние покупателя. Это тоже хорошая, важная технология. К сожалению, многие дизайнеры с ней не справляются. Дизайнеры считают, что нужно показать себя экспертом на встрече и тогда клиент обратится. Это не так. Тут тоже большая ошибка, что, ну, может быть, у вас так было, что вот вы рассказываете что-то полезное, интересное, клиент говорит, спасибо, я подумаю, и уходит. Бывало ли у вас такое? Либо у ваших друзей, давайте так. Не у вас лично. Я знаю, что у каждого есть такой друг, у которого так бывало. Вот. У меня тоже такой друг есть. Я сам себе лучший друг. У меня так бывало. Я знаю такую боль. Вот. Поэтому проблема в чем? Проблема в том, что это не потому, что мы что-то делаем не так или не потому, что клиенты сейчас вредные какие-то стали либо какие-то не такие, либо кризис сейчас. Это происходит просто потому, что мы неправильно проводим консультации. Если проводить консультации правильно, если проводить их по технологии, то средняя степень конвертации из заинтересованного в покупателя 6-8 клиентов, ну, как бы 6 такой минимальный, показатель нормальный, да, 8 это как бы хорошее, оптимистичное. Из 10. То есть у вас, когда вы эти цифры знаете, числа знаете, у вас уже становится, ну, нормальная какая-то модель получения клиентов и конвертация в, ну, в реальных клиентов, да. Вот. Это все, видите, мы сколько у вас, 5 этапов сейчас прошли. Это этапы технологической продажи. В чем суть заключается? Каждую из этих частей нужно делать очень-очень внимательно, если где-то что-то, и каждый делается по технологии. Если ты где-то перепрыгнул, допустим, стал давать рекламу раньше времени, пока не упаковался, смысла в этом нет, теряешь деньги. Если ты начал думать, как мне продвинуть Инстаграм, укротить вот свой Инстаграм, где ты такую видел рекламу, или там что-то такое наподобие, слушай, ну, как бы смысла в этом нет, пока у тебя нет понимания, что ты делаешь, портфолио упаковки. Где-то говорят, приходи на курсы продаж, построй отдел продаж, и типа у тебя будет все в шоколаде. Не будет, потому что отдел продаж это завершающая стадия, когда все остальное сделано. Если у тебя нет лидов клиентов, если ты не можешь их получать из-за таргета, допустим, или откуда-то, тебе бессмысленно учиться продажам, потому что у тебя еще, опять же, клиентов нет. Ну и так далее. То есть ты не можешь делать штукатурку, если у тебя еще кирпичная стена не положена. Вот понимание этой сути, это тоже очень дорогого стоит. Поэтому если мы что-то делаем, мы должны делать по системе. Систему я сейчас вам дал. Соответственно, вопрос уже в интеграции всего этого. Так, если есть какие-то вопросы, задавайте. Сейчас мы их уже обсудим. Я вам хочу презентацию показать. Давайте пока. Извините, что кто не видит, я буду озвучивать. И потом мы уже перейдем к ответам на вопросы. Да, в принципе, у нас... Можем, да, перейти в вопрос? Можно еще что-нибудь. У нас сейчас будет, я сейчас расскажу по темам, которые бывают. Это самая активность, экспертность, известность и польза. Какие есть типы. И тем, кто не у нас в прямом эфире на вебинаре, да, вот на этом, где видит презентацию, я вам скину, наверное, тогда отдельно. Можете написать в директ, кто сейчас смотрит в инстаграме, в записи. Я вам скину эту презентацию, где будет уже детально рассмотрено. Вы сможете пересмотреть видео это и посмотрите уже презентацию. После эфира я вам тогда скину. Да, кто не подписан, подписывайтесь обязательно, пользуюсь случаем, на инстаграм-канал Станислав Орехов. Подпишитесь обязательно Светлана Котлукова и Арт-диалог, а также Экспострой, да, с нами. Сегодня подписывайтесь на инстаграм-канал, и там будет проходить еще интересный эфир. Так, с этим окей. Сейчас зачитаю несколько вопросов, потом расскажу про тему, и потом еще будут вопросы, мы еще успеем. Так, откуда мы читаем? Света, мне поможешь? А ты с вебинара? Я сейчас с вебинара начинаю, а Света поможет мне с инстаграма сделать. Так, скажите, пожалуйста, будет ли записи вебинара? Ну, что-то будет, смотрите в прямом эфире. Где можно собирать контакты клиентов, кроме выставок, можно онлайн это делать? Да, можно онлайн это делать, собирать контакты можно с прямой рекламы. Это Яндекс, это Директ, это Google, это социальные сети. То есть вы делаете предложение, которое я сейчас вам сказал. Тебе интересно это? Спрашивайте вы. Клиент скажет, да, мне интересно. Он оставит заявку в контакт, тогда узнаю. То есть вопрос в оффере, в предложении. То есть каждую эту часть можно пройти. К сожалению, в рамках вот сейчас эфира я вам не смогу каждую часть детально рассказать. Это мы делаем на курсе за месяц. То есть каждую эту часть рассматриваем. Сейчас я как бы основу, потому что я спросил, что не получается, все написали, стратегии нет. Я вам сейчас рассказываю стратегию общую систему. Естественно, деталей очень много, но кому будет ценно, придете, я помогу вам внедрить, например. Но сейчас мы идем именно в общую тему. Так, присоединился. Да, пожалуйста. Что значит правильно проводить консультацию, чтобы клиент купил услугу? Какая технология переговоров? Технология переговоров на консультации, ее нужно вести последовательно. То есть в целом у клиента есть какие-то страхи, желания, проблемы, возражения. И у него есть недоверие к вам и к вашим услугам. Вот из такой базовой позиции мы сейчас исходим. Что сделать? Чтобы от этой позиции уйти, есть последовательность действий, которая в принципе тренируется. Как она работает? Она работает за счет того, что клиент приходит, вы спрашиваете его примерно так, что зачем он пришел на ваше предложение, то есть почему оно его заинтересовало. Он рассказывает. В момент рассказа клиент, когда говорит, за что он цепляется, то есть ты это видишь, ты видишь, что его больше всего волнует. И дальше, что самое интересное, у вас должна быть система доведения клиента любого до результата. И по сути вы презентуете не то, что я молодец, я вас доведу. Вы говорите, что у меня есть некая система, система гарантирует результат, я знаю эту систему, и я вас готова провести по этому результату. И показываете, как уже это было сделано. То есть примерно так. То есть там деталей много, очень разных, но как бы концептуально вы не продаете условно себя как дизайнер, вы продаете систему отдельную, что она работает. И как только человек верит, что система работает, дальше вы уже следующим этапом продаете себя. Обычно происходит не так, обычно дизайнер пытается решить какие-то вопросы, начертить там на салфетке что-то, отвечает на вопросы клиента, а надо действовать не так, надо продавать именно систему, рассказывать систему, и по системе клиент, чтобы видел, что все его проблемы, которые у него есть, потенциальные, они являются результатом отсутствия системы. Примерно то же самое, что сейчас я вам делаю. В принципе, я бы мог сейчас разбирать какую-то конкретную ситуацию, но она бы ничего конкретно не дала. Это как это самое, перелом повязкой. Я говорю, что есть некая система, я дал вам основу этой системы, и я сказал, что кому это ценно, можете по этой системе обращаться ко мне. Но вот примерно вот так, сейчас так и делается. То же самое делается и с клиентом. Все абсолютно одинаково. Другое дело, что там много деталей, и эти детали вы знаете, как дизайнер, и рассказываете. Абсолютно рабочая схема, где бы она ни происходила. Примерно так. Как красиво упаковать продукт? Пишет Оксана. Как? Фильтр наложите в инстаграме, будет красиво. Как я? Что вы имеете в виду? Ну ладно, если без шуток, красиво упаковать, нужно объяснить, как продукт решает жизненные проблемы клиентов потенциальных. Проблемы всего четыре. Первое, это как он денег либо заработает, либо не потеряет. Второе, это социальное, то есть как с этим продуктом он будет визуально поднимется в глазах других людей, либо в своих глазах. Ну то есть как бы сравнимательная динамика. Третье, это эмоции, чтобы ему было просто прикольно, интересно, сервис, что касается. И четвертое, это тема с безопасностью, то есть как продукт обеспечивает его безопасность. То есть если вы это покажете даже некрасиво, это будет окей. А если красиво, с дизайнерским каким-то уклоном, то это вообще прекрасно. Это если кратко. Вообще, если подробно, у нас только что был эфир, можете посмотреть предыдущий контентный эфир, где мы контентно разбирали, как это делать уже более детально в течение минут сорока, наверное. Вот там вот было детально. Тут пишут, дайте ссылку на инстаграме. А, вот уже в принципе выложили. Это экспострой, сейчас я выложу ссылку твою. Спасибо. Давай еще по вопросам. Можно пару слов о правильной упаковке. Ну, в принципе, я сказал, правильная упаковка, ну, сейчас, правильная упаковка, это тема отдельная, большая, если будет интерес, мы как-то можем. Просто я не хотелось бы там вот сильно сейчас уходить от темы именно привлечения клиентов, потому что упаковка это только маленькая часть. Вот. И отдельно можем, наверное, потом обсудить. Какие-то примеры покажем. Так, инстаграм свет пришлет. Сейчас пришлю, да. Из эфира. Так, из эфира. Техника, интересная техника переговоров. Есть ли какие-то рекомендации по технике переговоров? Да, есть. Расскажешь сегодня? Я очень кратко скажу, что техника переговоров заключается в том, что моя техника такова, что у вас должно быть суперпредложение. То есть, первое, это хорошая упаковка и создание суперпредложения. Я люблю как? Я люблю, когда у нас есть такой продукт, когда клиент приходит и первым делом я имею возможность у него спросить. Слушай, дружище, а почему ты хочешь купить этот продукт? Он говорит, ну как же, прикольный дизайн, мне нравится. То есть, он сам тебе начинает продавать. Я говорю, а почему ты хочешь это сделать у меня? То есть, почему ты выбрал меня? Не он спрашивает, типа, докажи мне, продай мне что-то, а наоборот. Я спрашиваю, почему ты считаешь, что я тебе помогу? Может быть, это вообще не так. И он начинает мне рассказывать, какой я молодец. Ну, то есть, сам себе рассказываю об этом. Я такой, окей, действительно, я молодец. Ну, как бы тут без лишней скромности. Говорю, да, окей, типа, я тебя готов взять, например. Если ты соответствуешь условиям, давай условно заполни анкету, если ты соответствуешь условиям, то мы с тобой сможем поработать. Моя техника примерно такая, она самая лучшая, потому что, ну, я имею в виду для меня лично, потому что я работаю с бизнесом премиумом, для них это лучше всего. То есть, эконом может быть там, ну, короче, он еще будет вести, какой-то диалог там свой, значит, а для людей, которые, как бы, понимают, что они хотят работать с человеком, который там себя уважает, ценит и дает результат, ну, и он это видит, то им такая технология, как бы, окей. Самое главное, чтобы эта тема работала, чтобы, ну, не было такого, типа, кто-то такой, что-то там мне сейчас вопросов задаешь. Самое главное здесь, это именно упаковка своего результата. То есть, как только человек начинает там свою тему идти, ты говоришь, слушай, ты вообще зачем ко мне обратился, условно говоря? Ты говоришь, ты хотел вот такой результат, или хочешь его? Да, тогда вот надо действовать вот так. То есть, ты именно за счет сильного результата имеешь возможность рулить процессом. Как только клиент начинает рулить процессом, все, это беда, это проблема, и с этим многие сталкиваются. Почему? Потому что клиенты очень часто сильные, влиятельные, властные люди, они, в принципе, поэтому и зарабатывают, да, что вот часто они так действуют в жизни. А дизайнеры, как бы, творческие люди, в этом-то и проблема. То есть, творческому человеку надо понять, свою самооценку поднять, и понимать, что клиент, если к вам обращается, он обращается к вам как к эксперту. вот примерно такая позиция. Вот эта сильная переговорная позиция, с ней, в принципе, дальше уже можно вести переговоры, уже там непосредственно по каким-то, ну, конкретно, да, по каким-то вещам. То есть, база это вот это. И ее нужно в себе понять, за счет упаковки, за счет понимания, что ты молодец, за счет сильного продукта. Я еще хочу вот орг-информацию, тут пишут люди вопросы, почему вы, Станислав, рассказываете в компьютер, а не в прямую. Ну да. Да, если вы хотите присоединиться к вебинару, мы можем сюда поставить, да, вот сюда поставить. то, пожалуйста, вы можете написать в директ, и вам придет ссылочка, и Станислав будет рассказывать вам. Все, я сейчас смотрю вот непосредственно на вас, у нас просто, ну, несколько экранов, не все смогли присоединиться в одно место, поэтому вот, несколько телефонов, камер и всего остального, значит, но вопросы видим везде. Вопросы мы отсюда, отовсюду смотрим, и я вот, и Светлана Микотлакова помогает сейчас, поэтому сейчас не пропустим, все ответим. Ну, пока здесь вот есть вопрос, сколько стоит курс, но здесь, в принципе, все индивидуально, как я уже отвечал, да, от трех до, от трех тысяч до трех миллионов, то есть разные варианты есть, вот, поэтому пишите в директ, там разберемся. Все, я пока. Так, окей, идем дальше, давайте посмотрим, значит, тему, какие есть типы, вот, окей, когда мы разобрались с вами с системой, с общей, да, мы должны понять, какие есть типы, концепции, так называемые, привлечения клиентов. Я их разделяю всего четыре, они все важны, для чего это нужно, для того, чтобы, чтобы хорошо продавать, нужно выбрать, какую концепцию будете делать вы, для себя, прямо сейчас. В идеале, конечно, лучше, чтобы они были все, в идеале, но все моментально вы внедрить, сделать не сможете. Мы исходим из того, что, что лучше всего сработает у вас. Сейчас я буду их называть, описывать плюсы и минусы, да, кто нас смотрит, возможно, ну, увидит, это тоже будет полезно, кто не смотрит, кто не видит этот конспект, еще раз говорю, что вы можете написать мне после эфира вебинара, мы вам вышлем, в инстаграм аккаунт, я думаю, так мы это сделаем. Итак, первая тема, первая тема, это концепция привлечения клиентов, это активные продажи. В чем суть активных продаж? В том, что вы сами инициируете сделку, инициируете активность. Вы делаете спецпредложение, вы делаете упаковку, вы даете рекламу, да, такая реклама стоит денег, то есть вам нужно будет заплатить инстаграму, фейсбуку, ютубу или кому-нибудь, кто вас продвинет куда-то. Соответственно, вы имеете возможность на чужую аудиторию, собранную не вами, заявить о себе и о своем предложении. Дальше, как только вы заявили, делаем по технологии, которую я описал. Собираете контакты, обзваниваете контакты, с ними работаете, выбираете, кто вам нужен, проводите с ними консультацию, все, сделка совершена. Активные продажи. Давайте разберем плюсы и минусы этой темы, этой технологии. Плюсы в чем? Что подходит всем, абсолютно всем, даже если у вас нет опыта, я имею в виду, ну, какого-то экспертного, там, бэкграунда. Если вы завтра решили организовать студию дизайна, вы взяли дизайнеров, да, и в принципе, можете уже завтра получать клиентов, просто хорошо упаковавшись. Вам не надо идеально упаковаться и давать рекламу, она просто должна быть лучше 95, там, процентов остальных дизайнеров. А это сделать просто, потому что дизайнеры у нас не, практически не продвигают себя. То есть, как бы, начинающему тоже в этом плане будет просто. Опять же, это не хорошо, не плохо, просто как есть. Продукт здесь в данном случае тоже сильно не важен, ну, то есть, клиенты чаще всего не могут определить хороший продукт или плохой, но если вы нормально, уверенно говорите, они скажут, что и дизайнер у вас хороший. Это работает очень быстро, то есть, клиентов можно получить буквально завтра. Я проводил эксперимент, мы настраивали лендинг пейдж и рекламу примерно за полдня. То есть, мы сделали быстренько с помощником техническим страничку, на котором написали, что делаем такой-то дизайн, быстро запустили рекламу, и за три дня реклама, она у нас открутилась на 4 тысячи рублей, я закинул на счет 4 тысячи рублей, или не 4, 6, по-моему, 4 нет, и у меня, получается, за 4 тысячи рублей было три заявки. Они были не топовые заявки, но это были заявки на 45 метров, на 80 метров трехкомнатная квартира и на 130 метров. Вот три такие заявки я получил, каждый примерно за полторы тысячи. То есть, это факт, я хотел именно это проверить. Я вообще этим не занимаюсь, я никогда не давал рекламу. Я вот как абсолютный новичок решил проверить эту гипотезу. Я ее проверил на своих деньгах, могу сейчас честно и откровенно об этом говорить. Это именно заявки, это не клиенты, это заявки надо понимать. Дальше мне надо было с ними созваниваться, я с ними созвонился лично, уточнил, что они живые, что действительно у них есть проект, но просто это не мои клиенты, я их не стал брать, мы с такими не работаем, мы больше идем. Но, если вы начинающий, если вы в регионе, если еще какие-то если, если вы удаленно, то вполне это ваши клиенты, это люди, которым надо сейчас сделать дизайн, и которых вы получили там условно за 2000 рублей за заявку. Даже если вы одного из этих трех возьмете, то общая стоимость вот этой темы будет там, ну например, 5000, а с клиентами вы возьмете 150, 300, ну сколько там он заплатит, то есть в зависимости от того, какой у вас бюджет и тариф. То есть это рынок, это реалия, то есть это быстро работает. В чем минус? Минус это достаточно дорого, то есть, ну если денег нет, да, или там у вас что-то получаться не будет, где-то вы накосячите, я это сделал без косяков, потому что я знаю, как упаковывать правильно, и как рекламу настраивать. Ну вот то, что я сейчас вам рассказываю, я знаю эту технологию. Если вы ее не соблюдаете, вы где-то накосячите, и у вас деньги улетят в трубу. Было ли у вас так, что вы заказывали рекламу, и она вот типа не сработала? То есть кто-то там 10 тысяч заплатил, 15, 20, это не потому, что Яндекс не работает, или Инстаграм не работает, или Фейсбук не работает, это потому, что что-то вы не так делаете, потому что это все работает. Работает это потому, что построено на психологических акцентах, на том, что человеку надо, и на правильном таргете. Там есть нескольких составляющих, само предложение, что ты делаешь, куда ты их отсылаешь, доказательность, что что-то нормальное, настройка таргета, и дальше звонок, ну, отработка заявки, максимально быстрый. Вот это все в совокупности, это работает. Если это все делать, это работает. Если это не делать, либо делать не по технологии, то работать не будет. И денежки ваши уйдут в трубу, к сожалению. Поэтому для некоторых это дорого, для некоторых в принципе это невозможно. В чем еще минус быстрых продаж технологии? Это то, что нужны новые навыки. Что значит новые навыки? Навык упаковки, навык продаж и либо партнер, который этим будет заниматься. То есть это изначально это не свойственно для дизайнера навыков. У меня их тоже не было, но их можно получить. Хороший новость в этом. То есть ты можешь научиться упаковке, ты можешь научиться продажам. Это реально, это возможно. Абсолютно точно. И единственный минус, что надо учиться. Обучение у нас происходит не так просто и не так быстро. Наш мозг не всегда быстро реагирует. Нам нужно от 20 дней до 60 для того, чтобы получить новый навык. Но в крайнем случае, даже в особо сложных случаях 60 дней будет окей. То есть 2 месяца вы условно помучаетесь, но потом навык у вас строится. Это говорится навык переговоров, навык продаж, навык упаковки. Любой навык в целом встраивается. То есть это хорошая новость. Но плохая то, что этим надо будет заниматься и вам кажется, допустим, что типа это вот не мое. Ну окей, не ваше, так не ваше, значит это способ не для вас. И третий минус, наверное, самый здесь внушительный, это то, что активные продажи требуют постоянной подпитки. То есть с одной стороны, ты вкладываешь деньги, у тебя есть результат. С другой стороны, ты вкладываешь деньги или не вкладываешь, хочешь на паузу нажать. у тебя результата нет. К сожалению, активная вот эта подпитка, она очень сильно съедает бюджет. Все равно в рекламу ты вкладываешь, и у тебя где-то 30%, ну примерно, бюджета уходит туда. То есть ты получил деньги, 150 тысяч, 50 тысячный опять на рекламу отдал. 100 оставил. На 100 тебе надо сделать заказ, тебе надо заплатить аренду, тебе надо заплатить еще за что-то, у тебя осталось там в итоге, ну как бы не так много. Вот. И так надо делать постоянно. Вот. Соответственно, здесь как бы, ну, минус в этом, да, как бы вот, плюсы-минусы, сказал. Так, по активным действиям. Ну, давайте я сейчас все пробегу. Вы пока пишите вопросы, а мы потом к ним вернемся. Вторая ситуация, это экспертность. В чем суть экспертности? Экспертность, как модель продвижения для клиентов, экспертность, это тема, когда ты пишешь какие-то полезные экспертные статьи, делаешь выступления, там, ты делаешь публикации, может быть, в журналах, да, то есть у тебя есть какая-то тема, которая помогает людям понять, что ты молодец. Ты, может быть, видео какие-то записываешь на ютубе, да, человек тебя ищет и понимает, вот этот человек точно знает, что надо делать. И в этом случае тебе не надо уже никого убеждать, тебе не надо ничего продавать. Человек тебе сам звонит по телефону и говорит, я видел ваш ролик на ютубе, я видел, что вы отвечаете нормально там в каком-то форуме, я видел, что вы там консультируете кого-то, мне понравился ваш проект, я хочу заказать такое же. То есть человек сам уже вам звонит. Понимаете, в чем суть? Экспертная тема работает, что человек сам вам звонит и уже подготовлен, и он уже хочет заказывать у вас. В чем плюс? Статус уважения поднимается, приходит лично к вам на ваш интерьер, на ваш стиль, и вы уже знаете, что делать, и вы самоудовольствие получаете от этого, это тоже хорошо. И 5 клиентов, 5% клиентов из всех, которые вообще в целом есть, они точно ваши. То есть им именно уже нравится то, что они делают. Это те клиенты, которые приходят к вам на портфолио, конкретно к вам на портфолио, на то, что вы делаете. Либо по рекомендациям, кстати, это туда же. Это отличный способ, один из моих любимых, я именно за счет экспертности очень много получаю. Я уверен, что вы тоже многие получаете клиентов по сарфанному радио и за счет экспертности, за счет статуса и уважения. В чем минусы? Минусы то, что это долго. Если ты с нуля, либо сейчас у тебя этого нет, сарфанного радио, оно прервалось по каким-то причинам, очень долго это делать с нуля. То есть у вас не хватит времени. То есть тот же самый, допустим, месяц, два, три уйдет на то, чтобы сформировать себе портфолио. Особенно, если у вас тип клиентов не тот, который вы хотите. Если тип клиентов другой вы хотите, то пиши пропало. То есть надо полностью переделывать портфолио и потом уже в новой теме становиться экспертом. Второе. Нужно уметь либо писать навык копирайтинга, либо нужно уметь выступать, либо нужно уметь видео записывать. То есть нужно быть экспертом еще в какой-то контентной теме и постоянно делиться контентом полезным. И, соответственно, нужно уметь говорить и это все продвигать. То есть это тоже как бы некие минусы. То есть не бывает идеального способа, везде есть плюсы и минусы. Вот. Но плюсы мы описали. Так. У нас тут еще написано, какие способы есть. Там платные и бесплатные. Значит, как пояснение. Ну, это в презентации вы увидите. Кто презентацию сейчас не видит, обратитесь в инстаграм-аккаунт. Подпишитесь. Я вам пришлю на почту либо в инстаграм. Уже презентацию. То, что сейчас не видно. Так. Кто в чате? Идем дальше. Третья тема – это известность. Известность у нас заключается в том, что люди принимают решения на… по той теме, по которой им интересно, на основе рекомендаций. То есть бывало же часто так, что вы спрашиваете, там, посоветуйте какого-то хорошего мебельщика, посоветуйте хорошего, там, садовника, хорошую няню, хорошего, там, кого-нибудь. Почему? Потому что не хочется самостоятельно делать анализ, хочется оценивать людей по другим людям. Ну, то есть кто-то уже сделал выбор, и ты хочешь к ним пристыковаться, да, присоединиться. Вот здесь примерно то же самое. Вы удивитесь, но один дизайнер тоже так выбирает. Посоветуй мне кого-нибудь. Так вот, работают не только прямые рекомендации, не только тех людей, у которых уже имели опыт, но и работают косвенные рекомендации. То есть очень часто работает то, что человек не пользовался вашими услугами, он вас просто знает, как известно, он видел ваше выступление где-нибудь на конференции, на дизайн-конференции, на мосбилде, на каком-то другом мероприятии, вебинар в конце концов посмотрел, и у него складывается положительное впечатление, что человек в целом дело говорит. Вот я уверен, что сейчас даже кто у нас в прямом эфире присутствует, или кто смотрит записи, не все меня, может быть, даже знают и видели. Вот, но уже сейчас, если вы здесь находитесь, вы видите, что вроде как что-то нормально рассказываю, то есть наверняка что-то полезное. Скорее всего и проекты у них нормальные. Зайду-ка я на сайт посмотрю. Зашел на сайт, посмотрел, не факт, что у вас есть сейчас проекты, но может быть, у вас есть друзья когда-нибудь, когда будете общаться, и они вас спросят, а не знаешь ли ты какого-то дизайнера, либо речь зайдет о том, кто будет делать, например, там дом или еще что-то, либо кто обучает, например, вы спросите, вернее, вы вспомните меня. Что-то там, кто-то там какой-то Орехов что-то рассказывал. Еще у него книжка, кстати, была. Вот, можно посмотреть. Вот. Вот эта тема типа через известность. То есть, по сути, покупают не тот, кто находится прямо здесь и сейчас, а тот, кто складывает впечатление о вас и потом делится этим впечатлением, да, с другими людьми. Вот такая механика. Понятная тема? Надеюсь, да. Плюсы. Тема. Приходят вип-клиенты. То есть, премиум очень важно темой история рабочая. Можно делать свой стиль, можно делать то, что тебе нравится, ну, когда клиент приходит. Это интересно. Ну, в целом, как бы развитие свое личное в плане там публичных выступлений, то есть, это развивает тебя как личность. И стоимость ты можешь любую потом ставить, в общем-то, да, это у известного эксперта там стоимость может быть своя. То есть, ты какая-то тебе комфортно такую ставишь, потому что ты единственный к тебе приходит по рекомендации, то есть, у тебя идет польза. Минус некий, который тоже есть. Где-то идет, придется играть образ. Что это имеет в виду? Ну, то есть, если вы там интроверт, допустим, да, вам надо в любом случае будет как-то выступать, где-то как-то светиться, где-то рассказывать. На вас польется куча негатива тут же, потому что куча людей скажут, почему вы не правы и, значит, почему вам стоит молчать и почему там у вас не хватает образования и кто-то такой вообще и так далее. То есть, этому надо иметь возможность противостоять, то есть, психическая подготовка. Некая харизма должна быть, потому что, если ты там сидишь и говоришь, вот я дизайнер, что-то делаю, там у меня вот как-то так вот получается, я вот, вот давайте я вам расскажу. Это тоже не работает, это будет скучно, неинтересно, люди просто уйдут и слушать не будут. То есть, надо развивать себя лично обязательно. И работает в команде. Что значит в команде? Самостоятельно ты не будешь работать. Вот я сейчас спикером выступаю. Моя роль сейчас рассказать тему. Но для того, чтобы вы сейчас были здесь в прямом эфире, для того, чтобы вы сейчас пришли, была проделана большая работа. Агентство «Ардиалог», Светлана Котлукова, команда их организует мероприятие, именно в команде работает. Моя роль спикера, я свою тему жгу. Девушки делают свою. Это командная работа обязательно с кем-то надо. Поэтому, вот если известность, надо обязательно, чтобы была тема с кем-то это делать. Потому что самостоятельно и то, и другое делать, ну, как бы не работает история. Дальше вы делаете, собственно, транслируете свою известность, да, интервью, радио, член жюри, статусы, выступления, знаменитости, фотографии с них, печати в журналах. То есть, вы ее развиваете и за счет этого она работает. Четвертую тему – это польза и донесение информации. Я, наверное, не буду сейчас рассматривать. Многим как бы это не надо. В целом, это тема с сообществом, когда вы организуете что-то, чего еще раньше не было, некую движуху, да. Вот я расскажу наш пример. У нас, например, это дизайн-конференция. Мы проводим ее 9 лет. Вот в этом году 10-е, юбилейная. Она будет проведена больше уже к осени, да, ближе, но в любом случае тоже приглашаем вас. Обязательно будет, когда эта вся вот канитель с карантином пройдет. Вот. Книга вот у нас – это то, что такие мощные вещи, да, которые на идею привлекают людей. То есть, мы привлекаем людей не на себя лично, а на большую идею. Идея собирает людей, собирает разных спикеров. Не важно, у каждого из спикеров есть своя тема с выступлениями. Она может там, вообще, они могут быть противоположны. Смысл в том, что есть общая идея движения рынка вперед, развитие рынка совместное. И это большая идея, которая притягивает к себе большое количество людей. Сама идея. И клиентов, и новичков, дизайнеров, и опытных дизайнеров, и дизайнеров со студии, и поставщиков, и все в совокупности мы понимаем, что мы двигаем эту индустрию дальше. И когда мы все двигаемся вперед, уже на это смотрят клиенты, и каждый выбирает уже своего. То есть, именно вместе движение вперед лучше. Это типа пользы. Но здесь создать эту тему очень сложно, очень трудоемко, и ресурсоемко. Поэтому здесь надо не создавать, желательно, да, ну, то есть, чтобы продавать, а именно присоединяться, соединяться в какие-то сообщества. Вот. Поэтому приглашаем вас тоже на дизайн-конференцию. Это то сообщество, где вы можете вырасти, где вы можете из начинающего, либо там опытного дизайнера стать дизайнером-звездой. Вот. И через это привлекать клиентов. Покажу несколько проектов, да, которые у нас есть. Буквально, кто сейчас в прямом эфире посмотрит, здесь. Значит, делаем классические, современные интерьеры. Разные, они достаточно сложные. Кто не в прямом эфире и не видит сейчас, то тоже получите презентацию, и я вам пришлю ссылочку на сайт Станислав Орехов, design.ru, все буквы через теле, там можно будет посмотреть наши работы. Один из знаковых проектов Москва-Сити делали, британский квартал это в Киеве делали, ну, вот такие вот разные темы. И у нас получается, в чем суть, да, уникальности все остальное, да, что мы делаем сложные проекты и делаем их интересно, делаем их качественно в плане организации именно работы. И клиент видит, что у нас есть некая система, они видят, что мы не просто воздух стрясаем словами, а у нас есть в документах все подтверждено. То есть у меня для того, чтобы управлять студией, управлять тем более там удаленно, да, в удаленном формате, есть некое свод правил, система, я показываю это клиенту, я показываю клиенту, что ведем мы работу по этой книге, говорю, вот если ты не веришь, можешь почитать, посмотреть, клиенту там это нравится, он говорит, окей, готов. Почему? Потому что у него есть доверие, у него закрывается боль, что его обманут, что получится что-то не то, что он не получит, что ожидал. Я говорю, все по технологии, вот если тебе эта технология нравится, я тот человек, который может эту технологию внедрить в твой дом, в твой интерьер и чтобы все было сделано. Я не говорю, что я даю гарантии, что все будет сделано, нет, проблемы будут, но с проблемами мы справимся, мы решим, ты видишь, что я нормальный, адекватный, у нас есть технология, дальше разберемся. В принципе, вот это тоже продает. Все. Теоретическая часть у нас окей. Готовы поотвечать на вопросы. Если есть, то задавайте. Светлана идет на помощь. Спасатели вперед. Спасатели. Малибу. Так, я голос вопросов. Я думаю, что здесь пока можно пролистать. Если на что-то не ответили. Где лучше давать рекламу? Хороший вопрос, особенно по сегодняшней теме. Если вы до конца еще не поняли, рекламу давать можно и нужно везде. Важно, не где ты даешь и не где лучше, а что ты несешь вообще людям. То есть, если у тебя есть упаковка твоя, если у тебя есть предложение, рекламу ты можешь давать. Первое, давайте, где конкретно? В Инстаграме. Написал, получил клиентов. Второе. В Телеграме. Написал, получил клиентов. Третье. В Фейсбуке. Написал клиенты. Четвертое. Выступление. Написал, пришел, записался, выступил. Клиенты. Везде. Выставки. Журналы. Выставки, журналы, одноклассники. В любом месте. Люди есть везде. Везде, где есть люди. Нетворкинг. Пришел, объяснил, чем ты занимаешься. Если у тебя хорошая упаковка, хорошее предложение, люди в очередь встанут и скажут, дружище, можно к тебе записаться. А если предложение плохое, то где ты рекламу не давай, как ты не давай. Если оно у тебя ничем не отличается от остальных, типа скажут, ну окей, ладно, мы подумаем. Пойду еще посмотрю. Надо же всех посмотреть. Так, здравствуйте. Если работать из дома, это не очень связано с нашей сегодняшней темой, поэтому, но если есть желание, ответите. Быстренько, да. Если работать из дома, делать только визы, как выгоднее и правильно оформить? Как самозанятые или только ИП? Без разницы, как хотите, можно и самозанятые, и ИП. Абсолютно все равно. Написали в директ. Визуализатором дружить не проще с визуализатором, наверное. С визуализатором можно дружить, почему нет? Можно дружить, можно самому делать, как хочешь. Книга классная. Спасибо. Напишите в инстаграм, как называется, stories. Я репостик сделаю. Спасибо. Все, кто купил, отзывы жду. Честные отзывы, все как надо. Где научиться? Не очень понятно, чему. Может быть рекламой, может быть экспертности. Не знаю. Научиться, посмотрите бесплатный вебинар. Если хотите быстро, приходите на платное обучение, напишите в директ. Скажу, как, что делать. Где посмотреть? Есть дешевые, есть подороже. То есть, чем дороже, тем больше личного общения и быстрее у вас получится. Чем дешевле, вот книгу купите, там написано, в принципе, многое. Так, сколько стоит книга? 3000 рублей стоит книга. Так, отлично. Здесь посмотрели. Так, что у нас в аккаунте экспострой? Станислав, расскажите, пожалуйста, про работу сейчас с коммерческим компаниям. Может быть, среди нас есть поставщики? Давайте, да. В чем вопрос? И как раз, что им делать сейчас, в период нестабильной ситуации на рынке, когда никто не знает, что будет дальше. Коммерческим компаниям, если мы говорим о… значит, для клиентов, если вы работаете коммерческой компанией, если вы работаете для клиентов, то в целом я тут, наверное, сильно не дам какие-то персональные рекомендации. То есть, тут все как обычно, как бы, ну, примерно то же самое, что я писал, только с клиентами. Я могу дать рекомендации, наверное, с дизайнерами. То есть, как бы, это наша тема. Как выйти на финальных летах через дизайнеров? Ну, то есть, если есть такое желание. Как выйти? Выйти можно либо напрямую, да, если у него есть проект на данный момент, либо, если проекта нет, очень выгодно с дизайнером налаживать отношения. Да, мы именно все, типа, знаем, что надо налаживать, но как конкретно налаживать, что именно делать? Очень просто. Нужно показать себя поставщиком, который обеспечивает деньги для дизайнера, обеспечивает безопасность, что не подведет, обеспечивает хороший сервис, удовольствие от работы и покажет, даст какую-то стратегию, с помощью которой, например, объяснит на обучении на каком-то, на своем дизайнеру, о своей технологии, чтобы дизайнер рассказал клиенту, и за счет этого клиент подумал, что дизайнер вообще молодец, знает обо всем. То есть, это как бы долгосрочная история. Соответственно, что сделать? Делать короткие, понятные, либо можно видео делать, либо выступления делать, либо рассказы о продукции, основанные на кратких, емких, содержательных ответах на частые вопросы. И снабжение этой информации дизайнеров. Таким образом, дизайнер увидит, что вы, окей, нормальный, заключается агентский договор, и в какой-то момент вы поддерживаете отношения, то есть, присылаете о новинках, какой-то информации дополнительной, выступаете на конференциях, помогаете дизайнеру сфотографировать объект. То есть, у нас вот, опять же, давайте так, вот в этой книге, 13 глава, там 25 способов, тут их можно просто зачитывать, да, что делать, да, как поддерживать. Но это работает, ребята, только тогда, когда у вас есть упаковка. Создана карточка продуктов и карточка компании. Карточка продуктов и компании – это просто такая же упаковка, о которой я сейчас рассказывал, для дизайнеров то же самое. Ничего необычного надо сделать для клиентов. 20 вопросов по поиску уникальности. Делаешь, и все получается. Тут есть скептические настроения, говорят, распродавать склады и распустить персонал. Ну, возможно, окей, можно, да, можно ничего не делать. Можно и так, а потом начать заново, в принципе, стратегия. Да, обнулиться. Обнулиться нормально, да. Ну, да, да. Кстати, распродажи – отличная тоже тема. Если у вас есть что распродать, то пишите, если у вас действительно распродажа неэффективная, а нормальная, мы что-нибудь заберем и посоветуем другим дизайнерам. Ну, то есть, это нормальная стратегия. Избавиться от остатков. Мы, когда в прошлый кризис был какой-то, я не помню, какой-то из, мы как раз офис свой делали. И была компания, у которой был паркет, они разорялись как раз, и мы у них взяли паркет по очень хорошей цене, паркетную доску. То есть, что-то прям по какой-то вообще волшебной цене, типа там в 10 раз, ну во сколько-то раз, или даже бесплатно за сотрудничество. Я не помню, как там было, но мы прям нормально застелили весь офис. Главное было бы, на что стелить у вас, Станислав. Главное, чтобы у дизайнеров было и у клиентов сейчас была подушка безопасности. Станислав, можно вас попросить вот в этот аккаунт, это аккаунт Экспостроя. И как раз я думаю, что нас смотрят много арендаторов Экспостроя, которые работают именно на торговой точке. Какие-то советы в период, когда очень многие сидят дома и просто проходимость не такая высокая, что делать им? Не знаю, что делать. Что делать им? Все то же самое. Не, ну как, сейчас, мы говорим о торговой точке в Экспострое, правильно? Если торговая точка в Экспострое, но там людей нет, ну ничего ты не сделаешь. Отдыхать, ну или там думать о том… А, уходить в онлайн. В онлайн уходить как можно. У нас, допустим, есть стратегии, мы сегодня это уже обсуждали. Мы с удовольствием, ну вот как я, я заинтересован, так же как и Светлана, мы и все дизайнерство сообщества заинтересовано в надежных поставщиках. Если вы надежный поставщик, действительно надежный, то в вашей зоне ответственности является рассказать о своей надежности, о своих продуктах в удобной для дизайнера форме дизайнера. Соответственно, что надо делать? Опять же, ты берешь продукцию и придумаешь хорошую презентацию. Если у тебя презентация готова, можно найти студию, сделать ее самостоятельно. Вот я же делал тут студию, в принципе, вот у нас тут хорошее такое оборудование. Можно приехать к нам записать. Ну то есть в Экспострой можно прийти записать. То есть задача как? Задача сделать интересный контент, который, ну, будет с одной стороны немножко развлекательный, да, с другой стороны познавательный, с третьей стороны он, ну, как бы, будет учебный, да, какой-то и рассказывающий о вас. Если это все соединить в единый флакон, ну, это задача режиссера, да, копирайтера и, ну, как бы, это команда. То есть, по сути, надо продвижение делать. И сделать это, и дальше уже вопрос дистрибуции этого всего, то есть распространение. Распространение, опять же, вот есть диалог, можно нам написать. То есть, если, давайте так, задача распространения очень простая. Чтобы я кого-то отослал, например, как дизайнер, у меня в ВКонтакте там 10 тысяч дизайнеров, например, чтобы я посоветовал и разослал, у меня должна быть нестыдная информация, полезная. И для меня, и для сообщества. Соответственно, задача сделать такую информацию. Как только вы делаете такую информацию, вы становитесь интересным сообществом. И возникает вопрос, как сделать такую информацию. Об этом мы как раз сегодня целые эфиры говорим. Так, еще есть вопрос. Спойлер, ответ в книге. Да. Так, так, так. Кого брать себе в помощь на переговоры, если какие-то сложные переговоры с клиентами? Переговорщика берите. Меня можно взять. Тут предлагают маму взять. Не, 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 не. Надо брать переговорщика. Смотрите, переговоры – это технология. То есть, у вас должно быть изначально сильное предложение, а дальше клиент, возможно, захочет вас как-то отжать. Так вот, чтобы этого не произошло, нужен переговорщик, потому что не с тренированным человеком, ну, короче, вы заключите сделку на выгодных для клиента условиях, а не для себя. То есть, клиент хочет у вас купить, но он хочет купить у вас дешевле, чем вы хотите продать. И опытный переговорщик клиент у вас отожмет точно. Поэтому ваша задача, в принципе, взять на… Подготовиться к этому невозможно. Нельзя прописать скрипты продаж. Это невозможно. Это должен быть именно опытный переговорщик. Кто тут предлагает брать, посредников или поставщиков? Может быть такая возможность? Я бы не брал, нет, я бы не брал ни в коем случае, потому что, как правило, хорошие технологи, они плохие продавцы. И наоборот, как бы, хорошие продавцы, они не технологи. Я бы именно… Короче, если какие-то вопросы именно по технологии, там, по поставщикам, то имеет смысл, ну, как бы эти вопросы записать, и потом их лучше отдельно… В чем может быть проблема? То есть, клиент спрашивает какую-то вещь, вас вдвое, вы не договоритесь в моменте. То есть, вдвоем из разных… Короче, ведущий должен быть один. Вот, вот и все. То есть, либо дать эту всю тему, полностью переговоры отдать на поставщиков, тогда самому сидеть и молчать. Ну, как бы, если доверяете, то окей. Вот, если вы все-таки ведете, то лучше вести до конца. Ну, плохо будет, когда два ведущих. Но можно взять с собой эксперта, ну, типа, ты, как бы, ведущий, и у тебя эксперт, какое-то экспертное мнение. Ну, в принципе, так можно. Но ведущий обязательно один должен быть. Главное, да, не перетягивать. Не перетягивать канат ни в коем случае. Так, Экспострой работает, работает, то говорят, закрыли, врут вам, ничего подобного. Где купить книгу? Книгу можно купить, я думаю, что кто-то, кто присоединился к нам в аккаунт Экспострой со Станиславом, может быть, не знакомый, а может быть, и не сначала с нами. Пожалуйста, переходите в аккаунт Станислав Орехов, это наш сегодняшний спикер, руководитель системной студии дизайна, школа дизайна, подписывайтесь. А мы тег какой-то поставим, или как они перейдут? Наберите в поиске Станислав Орехов, либо напишите прямо вот сюда, в директ, и Света вам перешлет ссылочку. Ваши советы по упаковке продукта дизайнера. Можно найти в книге или где-то еще? Если уже об этом говорили, прошу прощения, не сначала. Про упаковку много сегодня вопросов, мне кажется, надо делать отдельный эффект. Да, смотрите, упаковка дизайнера, в целом, механика упаковки написана в книге, но в книге она адаптирована под поставщиков, то есть она, в принципе, сделана, как поставщикам себя упаковать. Если вы как бы сообразительный человек, да, и у вас есть запас интеллекта, вы можете применить это к себе прямо сейчас. Там не будет прям конкретных кейсов и примеров, как для дизайнера это сделать, но вот вы сможете как для поставщиков сделать, то есть в книге для поставщиков. Для дизайнеров в упаковку точно такая же технология, но мне, наверное, надо либо отдельную такую же книгу написать для дизайнеров специальную, либо вот провести какой-то еще эфир, да, где мы обсудим эту тему с примерами, ну, покажу. В целом, очень простые вопросы, типа, что у тебя за проект, ну, мы уже говорили сегодня об этом много, да, не буду повторяться сейчас, чтобы заново лекцию не говорить. Кто-то пишет, что где-то он написал вопрос, мы его не видим, ну, коллеги, все вопросы, которые… Если да, если мы не ответили вам, напишите, пожалуйста, еще раз, потому что он, возможно, улетел куда-то. Да, так, и отсюда еще вопросы. Давай. Так, 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 еще раз про экспертность, ну, зачем, уже было про это. Как лучше позиционироваться как личность или как компания? Дизайнер Вася Попкин или дизайн-бюро «Пирамида»? Хороший вопрос, на самом деле, очень клевый, очень хороший. С одной стороны, последняя тенденция именно делать как личность, личный бренд. С другой стороны, личный бренд, он без команды не бренд, потому что без команды ты фрилансер дешевый. Поэтому одна из стратегий перестать говорить «я», да, говорить «мы». Мы сделаем, у нас есть технологии, у нас есть система. Мы, вот у меня знакомый есть Вадим Васильев, Вадим, привет, да, если слушаешь, смотришь. Он руководитель тоже узканейшего истории, у него агентство, не агентство, он работает на рынке недвижимости. И он как раз тоже говорит, у него одна из прорывных точек, когда он, как вы стали типа агентством, почему вы стали, он удаленно, кстати, работает из дома. Он говорит «я очень просто сделал, я перестал говорить, что я вам что-то сделаю». Он сказал «стал говорить, что сделаем именно мы, у нас команда». А я как лицо этой команды, соответственно, такие «а, ну понятно, раз у вас команда, значит вам можно больше платить». Просто можно такой лайфхак сделать. У меня точно так же работает. То есть когда я быстро перестал говорить, что я что-то делаю, типа, ну как бы я, да, я как лицо, как ответственный, но делать будем мы. И клиенты это хорошо понимают, не хотят платить, я говорю «я бы потерпел, проблем-то тут нет, но типа у нас команда, нам надо зарплату платить». А, ну раз людям надо, тогда конечно. А бывает обратная ситуация, когда думают, что команда и ищут подешевле, кто один? Бывает, конечно, да, бывает. Но это когда есть система. Когда у человека, допустим, я, когда мне не нужна команда, я хочу, допустим, рекламой заниматься, например. Вот сегодня мы. Можно ли взять агентство, которое типа ты заплатил там 100, 200, 500 тысяч рублей, оно тебе рекламу настроило? Нет. Потому что они не знают о рынке ничего, им надо, чтобы туда погрузиться, им нужно очень глубоко изучить. Этого делать никто не будет. Почему? Потому что задача агентства не… короче, задача агентства денег тоже заработать. Поэтому они возьмут таких же фрилансеров, которым они дадут технологии и скажут, ну вот у вас клиент, идите колбасьте. Получилось? Отлично. Не получилось? Как бы нет. Я на этом очень сильно тоже в свое время там тестировал, ничего это не работает. Вот. Поэтому как мы делаем? Вы должны понимать одну простую вещь. Понимание ей технологии уменьшает косты, то есть уменьшает стоимость. Соответственно, если ты технологию понимаешь, реклама, сегодня мы об этом поговорили, если она у тебя есть, то твоя задача взять под каждую из этих пяти тем, описав эту технологию детально, человека, который будет это делать, ну либо там отдельно самому сделать. Таким образом ты можешь взять узкоспециализированного человека, отдельно только таргетолога, отдельно упаковщика. То есть таким образом ты можешь всю эту рекламу сделать более качественной, более рабочей, при этом ты ее делаешь как узким специалистом. Поэтому тебе агентство в этом случае не нужно, ты берешь кого-то конкретного. Также и здесь, если клиент умный, в принципе, да, если он соображающий и хочет сэкономить, он сам заполнил себе техническое задание, он сам будет подбирать мебель, допустим, он решил, что ему нужна только планировка и визуализация, да, он тем самым сэкономит денег, но не факт, что вы будете с ним работать. То есть может быть это не ваш клиент. Но кто-то, кто начинающий, например, он с удовольствием сделает ему планировку. А кто визуализатор, сделает ему с удовольствием визуализацию. Поэтому ситуации бывают разные, ну как бы надо понимать, что система, она уменьшает косты, то есть понимание этой системы. И некоторые ищут именно, кто-то ищет, короче, части, а кто-то ищет целиком. Это разные типы клиента. Так, как называется книга, спрашивают, уже сказали, энциклопедия дизайна комплектации. Наличие студии, офиса, насколько повышает статусность? Или личный бренд важнее, чем наличие помещения? Все верно. Наличие помещения вообще ничто не решает вообще. Играет роль именно личный бренд. Все. Помещение влияет в одном случае у нас… Ну давайте два примера, да? Первый пример. Свой я не буду приводить. У нас было три офиса, мы закрыли за ненадобность. Сейчас у нас вот эта студия, и клиенты ко мне приезжают вот сюда. Мы здесь вот на столе беседуем, проводим встречи. Как бы этого достаточно. Кому надо, те приезжают. А все сотрудники у нас удаленно работают. Второй момент – это вот тоже Вадим Васильев, вот мой друг знакомый. Он вообще, он работает только с премиум сегментом, и у него офиса нет вообще в принципе. Он работает только из дома. То есть вот дома он сидит в своем танхаусе и занимается. У него дома кабинет. А если нужно, он сам выезжает на выездные сессии, на встречи. И третий пример какой-то… А, третий пример обратный – это Илья Смирнов. Илья, привет, если слушаешь нас. Это не дизайнер, он организатор студии, он у нас учился. И организовал себе студию «Бюро номер один» в Уфе. Вот, вы можете его погуглить и посмотреть у нас в отзывах. Так у него наоборот. У него клиенты эконом, эконом плюс, такой бизнес минус, скажем. Ну, короче, максимум бизнес. И он говорит как. У него есть офис, у него есть дизайнеры. И у него офис используется как элемент продаж. То есть, те люди по местности, которые у него там есть, он как только звонок берет, говорит, слушайте, вы реально хотите покупать? Он говорит, да. Ну, тогда приезжайте в офис, мы с вами побеседуем, я им все покажу. И человеку выгодно приехать туда. Ну, потому что он из Уфы получается. Там как бы, ну, можно доехать. То есть, у него еще офис-центр находятся, у него это по странам. Да, в Москве тяжелее, да, в Москве тяжелее с этим. Поэтому, ну, как бы в регионе, наверное, если эконом-сегмент, имеет смысл. Но вообще это не обязательно. Вот реально это. У него это используется как инструмент завоевания доверия. Можешь ли ты каким-то другим инструментом заменить? Да, доверие завоевывается не только офисом, доверие завоевывается огромным количеством других вещей. И ты должен просто взвести. Если тебе легче офис купить, ну, или там снимать, либо там лично бренд построить. В принципе, одно-другое замещает. Так, друзья, коллеги, есть ли у вас еще какие-то вопросы? Это мы видим, что вы здесь сидите, но как-то вопросы не пишете. Виза сразу ассоциация с туристом. Можно ли еще раз про экспертность? Будет ли запись вебинара? Да, запись вебинара ведется. Надеюсь, что все с ней будет хорошо. У вас будет возможность посмотреть это в записи. Согласен, личный бренд рулит. Окей. Одна на встречу на переговоры хочу. Прекрасно. Стас переубедил. Раньше брала на встречу прораба. Большое спасибо. Любые вопросы. Что за девушка говорит? Девушка, что за девушка тут у нас? Представляю вам самую главную девушку по продвижению дизайнеров, поставщиков Светланы Котлуковой. Ее агентство «Аркдиалог». Она очень круто помогает упаковаться и продвигаться, самое главное, поставщикам для того, чтобы знакомить их с дизайнером, зарабатывать на этом деньги в совместных проектах. А дизайнерам, чтобы тоже упаковаться и продавать себя клиентам для того, чтобы получить заказы. Обращайтесь к Светлане. Спасибо. Я еще хочу сделать антикризисное предложение в аккаунт «Экспострой». Дорогие наши друзья, дорогие наши арендаторы, учитывая, что «Экспострой» является нашим стратегическим партнером, большим другом. И сегодня мы в гостях у Станислава Орехова вместе с аккаунтом «Экспострой». Я в «Экспострой», кстати, тоже очень много всего покупал. Мы делали там и квартиру, и офис, поэтому я тоже являюсь пользователем услуг. И проводим там, кстати, веб-блоки дизайн-конференции. Дизайн-конференции, да, потому что там очень большой красивый зал. Так вот, специально для арендаторов «Экспострой» у нас есть антикризисное, антикоронавирусное предложение. Если вы послушали презентацию Станислава, если вы послушали то, как производителям, поставщикам нужно упаковываться, пожалуйста, пишите вот в личку, где тут у вас личка, в директ «Экспострой», и говорите, ребята, мы хотим выступать, мы хотим презентовать себя. Это бесплатно. Для арендаторов «Экспострой» бесплатно. Вы приходите, мы делаем вам презентацию, мы делаем вам прямой эфир, мы делаем вам вебинарную комнату на данный момент. Когда закончится карантин, мы будем делать вам мероприятие, презентации, воркшопы. И самое главное, что это, конечно, контент, потому что без интересного контента просто люди не придут. Не придут и не будут слушать. Да, хочу с вами интервью. Сегодня был на интервью. Хорошо, спасибо. В «Экспострой» тёплый пол продавал 10 лет, но если сейчас не продаёте, тогда бесплатно мы вам не сделаем здесь ничего. Но вы можете всегда заплатить, и, кстати, заплатить не проблема. Если вы надёжный поставщик, то у вас есть деньги, а если нет, то и приходить не стоит. Со мной интервью хотите? Ну, хорошо. Хорошо. Так, Станислав, вот здесь ещё вопросы давайте почитаем. Друзья, накидывайте вопросики, у нас осталось с вами буквально 7 минут времени. Как выяснить... О, так, у нас тут много вопросиков. Наличие студии. Проговорили, как собрать образ своего личного бренда, понять, какими отличительными чертами владеешь от других, уникальность. У нас... Я вас, коллеги, хочу пригласить... Станислав, пока пусть отдохнёт, я поработаю за него. Я хочу вас пригласить в инстаграм-аккаунт Станислава Орехова. Там сегодня был прямой эфир, и там, собственно, разбирался этот вопрос. Да? Посмотрите, пожалуйста, там 40 минут или даже 50 минут это было. Расскажите, Станислав, какие-то забавные или эпик фейлы ситуации в переговорах? Ой, я эту тему не так давно практикую, честно говоря. Сразу научился там примерно как надо. Не знаю, не могу какие-то вспомнить проблемы. То есть у меня как? У меня получается, либо мы сходимся, либо не сходимся, и всё. То есть я не трачу время на тех, с кем нам не по пути, по каким-то принципиальным вещам. И, соответственно, люди тоже не тратят. Не было у меня такого, не могу сказать. Эпик фейлов. И вообще я эту тему как навык получил, наверное, не так давно. Но я тоже думал, типа, это вообще не про меня, не про даже, не переговоры. Год назад, как бы, я думаю, я увидел просто, что так можно было. Что так можно было, да, можно. Вот, и, соответственно, подучился немножко, попрактиковался, и всё получилось. Даже, да, я так скажу, не эпик фейл, наверное, а какие-то рекомендации. Ну, что страшно было, могу сказать. Значит, когда... Короче, когда ты предложение какое-то сделал, именно прикольное, сформулировал и хочешь его продвигать, и ты не знаешь, ну, то есть ты думаешь, что это у тебя классное предложение. Ты начинаешь его предлагать людям, а они не покупают. Ты думаешь, да что ж такое, что с вами не так. На самом деле не с ними что-то не так, а с предложением что-то не так. И надо набраться в храбрости, спросить у покупателя, почему он не купил и что нужно сделать лучше. Я примерно так сделал. Я сказал, слушайте, я вам продавать уже не буду. Ну, то есть, всё, я вам продавать не буду. Всё, расслабьтесь. Скажите мне, что нужно было сделать, чтобы вы купили. Вот, и они мне наговорили, ну, в таком формате. Вот, и я изменил предложение, после этого примерно за полторы недели у меня продаж было где-то 1800, наверное, вот так. Ну, да. То есть, это тема рабочая. Так, пишут люди, что просто нравится слушать Станиславу. Вопрос, нужен ли сайт? Сайт дизайнеру? Желательно. Это долгий вопрос. В целом, лучше да, чем нет. Встреча с клиентом в кафе, что скажете? Можно. Близ пошёл. Да, давайте близ. Так, Станислав, вы женаты, но я думаю, что это не повод для сегодняшней продажи сегодня. Спасибо за презентацию, пожалуйста. Письменно составляйте договоры, это помогает потом. Да, обязательно, без договора никак. Печати помогают? Помогают. Печать не обязательно для ИП. Если там ИП с печатью, можно с печатью. Печать не сильно. Просто само наличие договора влияет. Так, друзья, экспресс-вопросы ещё. Можно ли узнать о курсе по продажам для дизайнеров? Да, можно. Напишите в директ и обсудим. Дам ссылочку. Так, дальше. Блицы. Печать помогает, говорили. Так, как понять стоимость своих услуг? Ну как, назначить её и ты поймёшь. Ну как, я не знаю как. Как понять стоимость услуг? Ну как, сколько хочешь, столько и... Короче, если называешь стоимость, если люди покупают, если ты умеешь продавать, то вот тебе стоимость. А стоимость часа высчитывать? Такое, знаешь, как стоимость часа. С одной стороны, да, можно попробовать, но с другой стороны, мне не очень нравится, ты сильно ограничиваешься. Я бы шёл не от количества времени, сколько ты тратишь. Это всё-таки такая работа, как бы она, ну такая техническая. Если мы говорим о дизайне, всё-таки это творческая история, и там лучше какую-то пользу ты несёшь. То есть я бы сосредоточился на повышении пользы для клиента и повышении чека. То есть есть стратегии, как ты можешь, ну вот сегодня тоже там в Инстаграме я сегодня пост сделал, в Телеграм-канале, и там пошло обсуждение, а должен ли дизайнер, может ли дизайнер гарантировать, что его дизайн увеличит, допустим, доход там кондитерской, либо ресторана. И должен ли он это делать или не должен. Вот такая дискуссия. Неоднозначно это нет на самом деле. Кто-то говорит, да, должен, потому что зачем он дизайнер, дизайнер должен монетизироваться, это инвестиция. А кто-то говорит, нет, дизайн это типа вот я должен творить, а всё остальное пусть делает собственник, руководитель. Как вы думаете, приходите в Телеграм-канал System Club, там можно будет высказать своё мнение в чатике. Потом я это всё соберу и скажу своё мнение. Так, друзья мои, ну что, давайте какой-нибудь последний вопрос. Здесь, значит, вопрос про печати, здесь у нас вопросы, больше нет. У нас там закончится батарейка. Да, как поставщику посотрудничать с вами? Заполнить карточку поставщика и написать нам. С этого можно начать. Так, и смотрим здесь у нас что? Если побыстрее, то заплатить, соответственно, и всё. Заплатить за что? Заплатить за сотрудничество, мы всё за вас сами сделаем. Заплатить за упаковку. За упаковку, да, и за продвижение. Две вещи, что нужно. Надо упаковать, что вы делаете, снять это всё, сделать концепцию, потом заплатить за рекламу и, соответственно, получить контакты. Потом мы можем обзвонить ваши контакты, чтобы вы их не слили, и мы можем, значит, сделать вам продажу. Вы можете только заплатить, а мы сделаем всё дальше сами за вас. Дальше всё будет само, да, как в плохой рекламе. А автоматизация? Расскажи, пожалуйста, от меня вопрос про автоворонки. Ну, вообще про автоматизацию продаж. Реально работает ли это для клиентов? А автоматизация продаж, короче, не надо стремиться автоматизировать на данном этапе, вот на наших объёмах каких-то автоматизации, типа для корпорации. На самом деле клиент очень дорогой, не надо его сливать боту, то есть как только ты получаешь заказ, очень дорого тебе сливать его боту. Лучше всего тренироваться в продажах самостоятельно и не отдавать это на лодку каким-то роботам, а делать самостоятельно транзакции с клиентом. Это самая выгодная история. Поэтому я бы, короче, я бы как можно быстрее получал контакты, связывался и узнавал, что человеку нужно для того, чтобы по максимуму им помочь. Пардон, не то ли. Окей, ладно. Так, давайте здесь цена вопроса, люди пишут, коллеги, пишите. Пишите, да, лично, мы сейчас не будем превращать эту историю у нас в ярмарку. Пишите на директ о вас, ну и я, цена вопроса от трёх тысяч до трёх миллионов. Вот в какую-то эту планку вы попадёте. Да. Так, здесь мы, здесь можно уже читать благодарности. Благодарю вас за замечательную встречу. Спасибо. Очень познавательная. Кто пришёл? Кто может оценить упаковку моего продукта со стороны, чтобы понять, плохая она или нет? Хороший вопрос. Мы можем? Можем. Вот, может Светлана Котлукова, могу я, могут ваши коллеги. В принципе, самое главное, как мы обсуждали, не пытаться оценить самостоятельно. Поэтому я сказал, что этот вопрос очень хороший, самостоятельно ты не сможешь оценить, насколько адекватно ты упаковался. Это всегда со стороны. Потому что упаковка не для себя делается, а для людей. Поэтому и оценивать её должны другие люди. Люди. Фокус группа. Ну, не фокус, ну, фокус. Просто кто-то разбирающийся просто со стороны скажет, нормально или нет. Но лучше, чтобы это был потенциальный... Ну, да, да, конечно, да, да, конечно. Что нужно делегировать в первую очередь и что точно не надо? В первую очередь нужно делегировать то, что тебе вымораживает и доставляет буквально физическую боль. Ну, то есть то, что ты ненавидишь делать. А не нужно то, что ты можешь делать сам хорошо. Ну, к примеру, я чертить не люблю, допустим, да, я его делегировал в первую очередь. Второе, я не люблю общаться с фрилансерами и с клиентами, ну, как бы по техническим вопросам. Значит, я во вторую очередь делегировал менеджмент этих вопросов. Ну, то есть это у меня. Может быть, вы это любите делать, но не любите, допустим, визуализацию делать. Тогда вам надо визуализацию делегировать. Вот и все. То есть сильные стороны свои оставляете, потому что вы их делаете, а слабые, то, что энергию тянет, отдаете. Даже хитрость, кстати, в чем заключается. Вы отдаете это, даже если стоит это вам больше. То есть вы денег можете отдать больше, но спокойствие свое вы приобретете при этом. То есть вы можете доплачивать, чтобы этого не делать. Вы на другом заработаете. Так это же лайфхак. Так, друзья мои, давайте на этом завершать. Я вот тут тоже влезу в кадр, чтобы официальную информацию завершить, потому что время уже 20.40. Да, я благодарю всех, кто был с нами эти полтора часа. Спасибо большое. Спасибо нашим гостям в вебинарной комнате. Друзья мои, пожалуйста, плюсиками, благодарностями напишите, насколько вам понравилось. Я также Станиславу попрошу скинуть сюда ссылку в Телеграм, которую он говорил, чтобы вы туда смогли присоединиться. Также не могу не поблагодарить Станислава за большой его труд и написанную книгу для дизайнеров и производителей, которая, видимо, вроде бы очевидные вещи говорится. Ну так приятно слушать. Спасибо. Спасибо. Вот самая главная задача Станислава – это систематизировать те знания, которые у вас есть в том числе. Секретов-то нет никаких. Главное, у тебя есть точный порядок, последовательность, и надо действовать по этому поводу, не совершая ошибок. И с обратной связью, как мы сегодня обсудили, чтобы была адекватная обратная связь. Не попали на начало, ничего страшного, эфир останется в записи 24 часа, а также будет продублирован на различных наших YouTube-каналах – Станислава, Экспострой, Архдиалог, посмотрим. Так что следите, подписывайтесь, будьте в тренде. Спасибо за эфир, вам спасибо. Присоединяйтесь. Завтра в аккаунте Экспострой у нас пройдет эфир по декоративным материалам. Так что завтра как раз поставщики, которые согласились, арендаторы Экспострой, которые согласились, упаковались и готовы в непростой период времени рассказать о своей продукции. Так, Станислав скинул ссылку на Телеграм-канал. Да, организационная информация, как называется, аккаунт Телеграм-канал System Club называется, Инстаграм-канал Станислав, нижнее подчеркивание, Орехов. Архдиалог, Экспострой, Дружба на Вике. И также не могу не сказать, что мы являемся, Станислав является автором и идеологом, и организатором самой крупной в России дизайн-конференции вместе с нами в партнерстве. К сожалению, в связи с последними событиями дизайн-конференция переносится, но пройдет в этом году, поэтому, пожалуйста, следите за новостями, за анонсами. Как только ситуация устаканится, мы вернемся и в режим живых мероприятий в Экспострой, и в режим дизайн-конференции. Тысячи дизайнеров со всей России, пожалуйста... Приедут, чтобы удивить. Чтобы соскучившись по общению, встретиться друг с другом. Вживую. Да. И лично. И лично с нами. Вот так. Все, спасибо за эфир. Завершаем, сохраняем. Да, и нам будет приятно получить какие-то новые темы для обсуждений, потому что сегодня мы уже поняли, что нам нужно делать про упаковку. Упаковку, да. И про личный бренд. Это наши тоже темы, поэтому мы тут специализируемся и на упаковке, и на личном бренде. Да, ждите. Спасибо большое. Пока. Станислав Орехов. Пока. Главный системный дизайнер из всех системных дизайнеров. До связи. До встречи. Так, все, отключаю. Пока вам пишут благодарности. Продолжение следует.